Жерех, друзья! Друзья, всем привет! Меня зовут Леонид Гай, а значит с вами снова Клуб Рыболов Одесса. Буквально в двух словах хочу рассказать о нашей предстоящей рыбалке, которая состоится уже буквально завтра. Довольно часто мы вместе с клубом выполняем тестовые рыбалки с нашими специалистами, перед тем, как выехать большой группой и рассказать новичкам о том, что происходит на водоеме и что там придется делать. Сейчас весна, уже довольно жарко и хорошо зная о том, что одна из самых активных рыб, а именно жерех, уже вышла на тропу войны и что называется в хлам разрывает наши рыболовные трофеи, еще нужно поискать. Буквально несколько лет назад мне удалось побывать на одном водоеме, если автор покажет, здесь вот такой красивый жерех на 5 килограмм мне удался. Могу вам сказать, что по впечатлениям от рыбалки, ну можно сравнить разве что с пойманным лососем приблизительно в такой же весовой категории. Итак, жерех. Самая быстрая, самая умная и самая глазастая рыба в наших реках. Желанный трофей, потому что по ощущениям, то что позволяет себе жерех вытворять с нашими приманками, мало какая рыба с ней может сравниться. Как будем ловить жереха? Все мы хорошо знаем, что жерех будет находиться в поверхностных слоях воды, особенно если это касается утра или вечера. И одними из самых наиболее проверенных приманок и самых удачливых приманок, на мой взгляд, я думаю, что вы со мной согласитесь, является одна из приманок блесна Silver Creed от Dive, которая с одной стороны позволяет нам далеко ее забросить, с другой стороны она прекрасно работает на течении, ну и с третьей стороны, это надо спросить о жерехах, с какой третьей стороны она его так сильно интересует. Дальше мы хорошо знаем приманки, такие как Космастера, особенно от американской фирмы Акме. Они есть в разных расцветках, размерах, ну самые уловистые приманки будут выбраны нами уже на этой рыбалке, и мы с вами впоследствии в самом фильме поделимся всеми своими впечатлениями. Так как жерех утром, скажем, часа полтора-два будет на поверхности воды, а потом куда-то исчезнет, по нашим всем впечатлениям, он опустится в более низкие горизонты. В более низких горизонтах мы с удовольствием, чем мы можем его проверить? Мы можем его проверить с помощью силиконовых приманок и банального джига. Мы перейдем на силиконовые приманки, скажу откровенно, уже давно проверены цвета и размеры, просто поделюсь своими впечатлениями, а вы, если посчитаете нужным, сможете это использовать на всех наших реках. Значит, одними из самых проверенных приманок это традиционный кит-эйдж в размере 2,5-3 дюйма, вот в таких вот темных расцветках. Если касается разговора там метр, два, ну может быть даже два с половиной метра, это будет днем. И если жерех не проявляет своего интереса к нашим приманкам и в этих горизонтах, мы переходим в более низкие горизонты и здесь будем использовать цветонакопительные цвета. Я покажу вам буквально два своих фаворита, которые я планирую взять на эту рыбалку и, возможно, именно и они сделают для нас результат. И еще хочу сказать, разговоры о том, что жерех ловится только рано утром и только поздно вечером, на мой взгляд, слегка преувеличены. Если вы правильно подобрали приманку и оказались в нужном горизонте, вам улов гарантирован практически целый день. Ну что ж, друзья, мы очень быстро сможем проверить все то, о чем только что говорили, уже на нашей клубной тестовой рыбалке, которая состоится буквально завтра. Клуб рыболов Одесса. Рыбачьте с нами! Как и планировали, друзья, сегодня мы организовали тестовую клубную рыбалку на жереха. В этом видео мы постараемся максимально реалистично и, как говорится, без купюр, окануться вместе с вами во всей перипетии этого дня. Добраться до жереха, друзья, это еще та задача. Здесь были и километры по руслам любимых рек, и переправа на Дикий остров, и еще добрых десятка-полтора на мощном жипе к заветным жереховым местам. Вокруг невероятное буйство зелени. Многие километры просторов, укрытых водной гладью, служащих шикарным прибежищем для местной флоры и фауны. Которой в этих краях, надо сказать, просто пруд пруди. Лебеди, пеликаны, утки, гуси, краснокнижные каравайки и стаи диких буйволов и лошадей. Хитрые шакалы, красавцы-фазаны – вот только лишь часть той живности, которая сказочно окружила нас со всех сторон. Что скажет предводитель? Я скажу, что очень доволен, что выбрался, и планирую сегодня долупасить жереха! Ну, дай бог! Попытаемся половить сегодня жерех, рыба ушла, идем тихо. Чыться. Друзья. друзья клуб рыболов одесса рыбачки с вами начало положено отлично шикарная рыба я думаю для порядку мы с ней сделаем то же самое что и обычно с третьего раза он все-таки не удержался на нашу традиционную клубную приманку рыбачьи с нами клуб рыболов одесса друзья клубные рыбалки как всегда море фантастических впечатлений реанимационное мероприятие убрать у него воздух фантастическое клуб рыболов одесса рыбачки с нами всем привет это клуб рыболов одесса и сегодня мы стало с вами у нас сегодня новое путешествие и это путешествие в поисках дунайского жереха мы выезжаем довольно рано хорошо понимая где и в каких местах он должен стоять в это время год сейчас я покажу вам приманку на которую я планирую ловить всем известно дайва сильвер крик какие уже сегодня здесь досталось но теперь мы попытаемся для вас поймать это на видео ну что ж не хвоста мне не чешуи клуб рыболов одесса сейчас проверим чем мы стоим в этом фильме мы постарались максимально подробно познакомить вас с теми уголками дикой реки где по нашему мнению есть прекрасная возможность повстречать настоящего корсара водных глубин европейской амазонки на этой рыбалке в нашу снасть к вышеперечисленным приманкам мы традиционно добавляли один или два стримера которые играют роль стайки малька преследуемой тем или иным искусственным девайсом имитирующим хищника в погоне за мелкой рыбешкой и все это во владениях хищного яркого жереха и он такого бестакства конечно же не пропускал без устали и яростно атакуя эдаких наглецов а теперь друзья усаживайтесь поудобней и присоединяйтесь к нашему путешествию в поисках дунайского жереха друзья не стесняйтесь ставьте лайки оставляйте ваши комментарии под видео на нашем клубном youtube канале рыболов одесса жмите на колокольчик делитесь с друзьями ну а мы уже отправляемся на подготовку наших новых клубных путешествий в следующем году Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok